Личные данные миллионов пользователей Wi-Fi в метро оказались под угрозой. Программист Владимир Серов обнаружил уязвимость в сервисе бесплатного Wi-Fi московского метро, из-за которых персональные данные пользователей оказались незашифрованными. Подробности он рассказал сайту «Хевиллаги». Серов выяснил, что минимум год дыра позволяло любому получить на мера телефонов всех пассажиров поезда, подключенных к открытой сети МТ-фрея. Более того, в публичном доступе оказались цифровые портреты пользователей, которые не были зашифрованы. Решил посмотреть, какие данные мне отдает страничка авторизации, и обнаружил кусок кода у Сердата. Там совершенно открыто была перечислена информация, включая номер телефона, пол, примерный возраст, семейное положение, достаток, станции, где твои дома работа, и все привязаны к твоему матс-адресу, номеру устройства, поддерживающему Wi-Fi прим. Лента.ру говорит Серов. Эта информация используется, чтобы подстраивать рекламу, всплывающую при подключении к Wi-Fi под нужды абонентов. Имена и фамилии страница при этом не выдавала, однако привязывать номер телефона к матс-адресам все равно опасно, отмечает программист. Зная его, можно посмотреть, что по нему выдает страница авторизации Wi-Fi. Обнаружив уязвимость, Серов в тот же день сообщил об этом на портал Мосру, поскольку у оператора Wi-Fi в метро компании Максимателеком, по его выражению, нормальной техподдержки нет. Ответа заявитель не получил и спустя неделю, 13 марта, решил поделиться знанием на портале Хабрахабр. Он разместил пост, как получить телефон почти любой красотки в Москве, или интересные особенности МТ-Фрея, и написал скрипт, с помощью которого выгружил данные в удобном виде. Программист написал еще один скрипт, который позволил следить за перемещением абонента по подземке. Представители Максимателеком попросили Серова удалить публикацию, но тот отказался, посчитав, что оператор был в курсе проблемы и сознательно нарушал правила работы с персональными данными. В компании признали уязвимость. По словам представителя провайдера, после обнаружения дыры личную информацию оперативно зашифровали, дешифровать их статистическим методом и сопоставить с номером телефона возможно. Если злоумышленник располагает ранее украденные у нас информации о номерах телефонов абонентов, предупредили в Максиме. По данным сервиса Вайбатск Мацхине, уязвимость содержалась в коде страницы авторизации минимум с 17 мая 2017 года. Тхивиллаги отмечает, что в августе того же года компания заявляла, что ежедневная идентификация в сети проходит 1,5 миллиона пользователей. В декабре 2016 гогородские власти отчитывались о том, что все во в сети зарегистрировано более 12 миллионов пользователей. Больше важных новостей в телеграм-канале Лента дня. Подписывайся, перейти в мою ленту. Новость размещена на сайте вседоски.ком. Это бесплатный сервис по массовому размещению объявлений на десятки досок объявлений. Как продать быстрее? Размести объявления сразу на все доски объявлений с помощью сервиса вседоски.ком.